Нет, а где еще? Очередной улов вскоре окажется на столах. Зоя Карбулова знает, как сделать его по-настоящему вкусным. Коптить. Благо хватает и рыбы, и не менее нужные щепы. Все под боком тетюшского производства. Щепу местные вот. С недавних пор в городе предпринимательский бум. Свои подворья селяне превращают в мини-фермы. Фердус Залялиев занимается лошадьми. Каждый год какой прирост примерно? Где-то 35-40 голов. Опыт сетюш называют феноменом, но по сути это хорошо спланированный путь. Пару лет назад здесь поставили не на инвесторов, а на простых селян. Если еще вчера они держали одну, а силу две коровы, то сегодня в силах держать десятки. И по сути выводят целый район. Совсем другой уровень. Из дотационного в самоокупаемый. Малые формы хозяйствования на селе для занятости всего, трудозанятости всего населения выступают на первый план. За год татарстанских фермеров смогли поддержать больше, чем на 2 миллиарда рублей. Но и это не предел. Правительство говорит о доп. программах для поддержки сельских предпринимателей. Надо еще больше делать, чтобы были дороги, чтобы сохранили школа, чтобы сохранили свои ФАПы, чтобы больше пришло молодежь, чтобы привлечь. И, конечно, для этого создавать надо рабочие места. Новая идея платить за поголовье. Если селянин решится держать не 5 коров, а, к примеру, 10 или 15, его поддержат рублем. Но сумма и условия пока рассматриваются. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Тетюши. Редактор субтитров А.Семкин